так ну вот всем привет сейчас поговорим о телефончике asus Zenfone 2 вот собственно он пользуюсь им уже второй день никак не нарадуюсь телефон отличнейший этот телефон имеет шикарную камеру цвета сочные яркие насыщенные просто супер куча настроек есть ручной автофокус вспышка классная ярко мягкая кстати двухцветная телефон конечно суперский чехольчик кстати этот чехольчик еще у меня в комплекте что-то он хочет фокусироваться канта включим вот такой вот у нас аппаратик экран здесь конечно шикарнейший вообще четкий пиксели не разглядеть группу конечно не брал не смотрел но сейчас кратко посмотрим характеристики его система все как обычно 4 гига оперативы это у меня максимальная версия на 64 гигабайта 2 гигагерца процессор флешка стоит на 29 32 гиговая 29 доступна в общем все здесь как обычно процессор здесь 2 и 3 гигагерца фантуту я тестов не делал тестов вот так в интернете полно можно посмотреть где уже полно народу поэтому не стоит смотреть по характеристикам здесь также ничего не изменилось в принципе все осталось как обычно куча датчиков здесь и сенсором конечно очень хорошо теперь здесь эти классного и мне понравилось качество исполнения куда-то тоже отлично единственный недостаток считают этого телефона это то что кнопки не подсвечиваются так это раз нет оптической стабилизацией и батарея быстро разряжается ну из-за того что конечно телефон прожорливый поэтому разряжается очень быстро но это сглаживается тем что он заряжается очень быстро реально ставишь на зарядку за 10 минут там 30-40 процентов то есть аж пивон заряжается зарядка здесь 2 амперная батарея здесь внутри стоит 3000 мм часов хотя если пользоваться чисто только телефоном звонить такой смс отправлять до в принципе телефона на 2 дня должно хватить потому что я за второй день его гоняю то я вот здесь и вай-фай и видео и музыка все включаю поэтому и батарейку тоже хавится что касается кстати вот этой кнопки много недовольных ее есть типа мог она неудобное расположение плохо там нажимается так далее блин эта кнопка чисто только для включения и выключения аппарата все больше ничего она не нужна телефон включается двойным тапом выключается также двойным тапом то есть с этим проблем вообще никаких никаких нету тап работает отлично вообще удобно работать в нем да без загроза но если есть настройка жестов если есть настройка жестов поэтому буквы в этом допустим как вы это у нас звонилка выходит экранчик конечно шикарно по скорости работы телефон вообще претензий нету работает отлично вообще удобно работать в нем до безобразия просто прям как на компьютере то есть именно из-за этого менюшки тоже классно на Android 5 сделали тоже вообще супер переходить из браузера в какие-то другие программы там в Excel и так далее в Word то есть вообще отлично ничего не тупит не тормозит все работает быстро я бы сказал даже мол нееносно аппарат конечно супер полностью тогда у меня ожидания заказывали этот аппаратик на Китае китайской версии аппаратов единственное еще что очень хорошо конечно что этот аппарат для Азии сделан для европейского рынка поэтому он в системе Asus в Украине не регистрируется это это не проблема переплачивать деньги за то чтобы зарегистрироваться на сайте Asus он и так обновляется все нормально на плеймаркет заходишь все можно камеры обновляются и смски обновятся все обновляется передняя камера тоже хорошая сейчас мы протестируем камера кстати запускается быстро очень даже что-то сборно фотография тоже шустренькая куча режимов еще классно есть вот такая фишечка датировать фотографии очень удобно кстати по телефону как можете видеть яркий насыщенный цвета конечно классные мне реально нравится до этого у меня был телефон Lenovo S930 ну конечно там батарея хорошая вернее такая же батарея 3000 мА но там не такой прожорливый процессор он у меня жил до 4 дней то есть конечно разница чувствуется но в принципе то что он быстро заряжается опять же это тоже уважает единственное еще наверное придется докупать до него пауэрбэнт чтобы в дороге допустим где-нибудь еще там вдруг сядет можно было подсередить звук кстати в наушниках классный суперский мне понравился у меня там еще Lenovo наушники остались я оставил себе там классные наушники то у них звучание вообще суперское S930 по наушнике конечно классное здесь звук офигенный также здесь по набору допустим все жалуются еще допустим при наборе там из-за того что он шатается вот так вот типа неудобно набирать все там удобно ребята очень чувствительный дисплей то есть еле-еле коснулся и не надо там еще кататься не будет по столу удобно набирать на столе все нормально лежит без проблем то уже такие мелкие придирки там всяких переборчивых людей особо материалы качественные сборка отличная еще не легкие все замечательно батарея встроенная конечно же все работает замечательно аппаратом полностью доволен удовлетворяет все мои потребности думаю за свои блин я покупал получается 280 долларов мне его хватит блин за 288 грамм я реально не жалею что она удовлетворяет реально качественный хороший аппарат youtube также здесь работают отлично все шустренько full hd воспроизводят в ютубе что очень хорошо леново у меня предыдущий full hd не воспроизводил сейчас посмотрим качество full hd у вас производят вообще без проблем у меня к примеру леново воспроизводил только hd качество в ютубе то здесь full hd это hd на ура так что такой вот у нас ребята аппаратик оперативной памяти хватает с головой даже даже скажу что с избытком чересчур даже много это даже хорошо потому что запускается куча программ много вкладок можно в браузере открывать то есть их тут полно у меня сейчас закрыт все я позакрывал но тут много вкладок у меня было реально тут 20 вкладок и не тупит вообще отлично работает вот такой вот у нас ребята аппаратик то есть он полностью стоит своих денег если будете брать то берите не пожалеете реально стоит своих денег всем спасибо пока